Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим бой на танки Алион. Данный танк, в общем-то, не всем понравился далеко. Многие посчитали, что за ту цену, которую его продают, танк совершенно не соответственный. Но другие же игроки посчитали, что это, в принципе, хороший танк. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого танка. А на данный момент, я вот смотрел, днём 4 февраля осталось 42 721 танк. То есть, очень замедлилась покупка данного танка. Может быть, конечно, к вечеру побольше раскупят. Но в конце вечера прошлого дня было 51 000. Ну, то есть, по 10 000 примерно вылетает в день. И это означает, что, в принципе, есть такая вероятность, что танк не раскупят. Как я понимаю, в таком случае будут рассматриваться неполные ставки. То есть, там, например, 70-60%. Так что, возможно, какие-нибудь хитрецы данный танк купят вообще со скидкой 50%. И также, ОХО, у нас японский тяжёлый танк, который разработчики решили апнуть в патче 1.20. Танк апнули довольно-таки неплохо. И, наконец-таки, вспомнили про японскую ветку, которая, конечно, после многочисленных нерфов превратилась в полный хлам. Но вместе с этим ещё и апнули коручуна, что, конечно, порадует игроков, кто выполнял марафон в боевом пропуске на данный танк. Ап, кстати, весьма неплохой. Хорошо апнули стабилизацию. Апнули время сведения довольно серьёзно. Разброс на 100 метров стал меньше. Углы вертикальной наводки апнули до минус 10, что просто потрясающе. Апнули бронепробитие на расстоянии довольно сильное. И также апнули броню. Например, было 200 миллиметров, стал 230. Как в башне, так и в корпусе. Ну, в общем, возрадуйтесь, кто, в общем-то, играл на данном танке. Ну, и получил его, конечно же. Также вы можете выиграть голду. Для этого просто посмотрите видео до конца, после чего напишите комментарий и укажите свой игровой ник. Тем самым вы будете участвовать в розыгрыше золота. Всем рекомендую. Всем привет, друзья. С вами Маракаси. Итак, давайте поиграем на сайте в Водхаб. И постараемся выбить какую-нибудь СТ-шечку. Так, вот варианты, которые могут вылететь. Падает золото. Опять золото падает. 1500 голды. Так, опять золото. Ну, самое главное, это прям танк выбить, потому что он довольно дорогой. В любом случае. Так, золото. Падает прям танк. Ну, правда, не самый дорогой, но тем не менее. Если хотите поиграть на сайте, то вот вам специальный промокод. Можете его активировать. Это даст вам золото на сайте. Хоть немного, но затестить сайт вполне можно. Ну, и потом вывести голду тоже можно, если выиграете. А также пользуетесь бонусами. Тут можно, например, крутануть раз в день бесплатно барабан. Кроме того, на данном сайте можно использовать мой промокод маракаси, который дает бонус при пополнении. Всем удачи. Наконец, разработчики анонсировали обмен техники. Ну, то есть, это так теперь называется. Трейд-ин. Соответственно, казалось бы, могло быть все замечательно. ЕДС-то могла ввести новые какие-то правила, которые делали бы обмен танков у нас в игре более интересный. И действительно, кое-что они ввели. А именно, обмен имбовых танков на говнотанки. Извините меня, но по-другому и не скажешь. То есть, реально, список танков, которые можно обменять один к одному. Ну, то есть, без потерь вы просто обмениваете свой танк на другой, без доплаты. Казалось бы, очень интересная, офигенная идея. Но список тех танков, которые можно обменять, он, конечно, ужасный. То есть, там такие имбы, как Е-25, можно сдать. Шкода Т-56, МОСМ, Проджет ММ-35, МОД-46, БЗ-176, Объект 252У, БЧТЛИОН, БУРАСК, ПЕНХРТ, БР-75, ФЛ-10. То есть, самые сильные танки, они предлагают нам сдать в трейд-ин. Да, я понимаю, что сколько людей, столько именений, найдутся люди, которые скажут, «Я не хочу играть на этом, там, БЗ-176, или, там, Проджета, или СМОА, СМА, или Шкода Т-56, скажут, что этот танк отстой для них и так далее». Но учтите, что это очень редкие танки. Потом, в дальнейшем, если вы их сдадите, вряд ли получится их купить еще и за ту самую стоимость, за которую вы их сдали. И также разработчики анонсировали новый танк в патче 1.28 уровня, у которого, кстати, 3900 ДПМа, что, конечно, ну, на самом деле это жесть полная, потому что я такого танка 8 уровня даже среди ПТ-сал и не видел с таким высоким ДПМу. Да, там не самая высокая бронепробитие на основных снарядах, 220 на Галде, 235. Но, в любом случае, танк, ну, довольно серьезный. И посмотрим, что будут делать разработчики с ним в дальнейшем, потому что, очевидно, то, что он только вышел на тестовый сервер, и, конечно, возможно, довольно-таки серьезные изменения по этому танку. Также на тестовом сервере патча 1.20 добавили трофейную закалку. Ну, то есть, есть обычная закалка, а есть теперь будет трофейная, которая еще больше апает прочность и также ходовую и так далее. Например, обычная 8% дает прочности танка, а это будет давать 11%, что довольно-таки неплохо, согласитесь. Если приятно будет иметь еще больше прочности, особенно если у танка изначально большой запас прочности, там, например, как у Мауса, то это, может быть, позволит ему чуть дольше прожить. Хотя, конечно же, прочность не самая важная характеристика на танк. Гораздо важнее, как он танчит, какие у него есть преимущества по этому параметру. И также патч-ноут обновления 1.20, что у нас ждет в следующем патче. Новая карта «Устричный залив», доработки разнообразных карт, также учебный полигон, то есть новые карты будут тестировать внутриигровой магазин, вополнение автоматический автопереворот, то есть, если танк перевернулся, он через 5 секунд будет автоматически переворачиваться обратно. Переработка механики оглушения, переработка условий задач компании ЛБЗ, кастомизация, изменение параметров техники. Это все будет на ру-сервере. Изменения весьма даже существенные, особенно это касается, в первую очередь, оглушения и арты. Но давайте вернемся к автоперевороту, поразмышляем, нужна ли эта функция или нет. На самом деле, я вот когда переворачивался, вот как игрок сужу, мне было крайне неприятно. То есть, бывает такое, что я что-то недосмотрел, перевернулся, и по сути бой слит у тебя, ну, неприятно. Возможно, это правильное изменение, все-таки неприятно так сливать бои, и бывают какие-то случайности нелепые. Может быть, даже лаги, то есть, тоже не исключаю такого, что игра залагала, и ты просто поехал вперед, перевернулся, потом отлагал, и ты смотришь, а у тебя танк уже перевернут. Также, переработка механики оглушения, убрана возможность нанести урон себе любым способом, кроме режимов, где правила позволяют наносить урон союзнику. Также стало невозможным нанести оглушение союзнику или себе, ни в одном из существующих на данный момент режимов. Оглушение не продадевается в случае попадания по противнику, на котором уже есть оглушение. Длительность оглушения и сила воздействия оглушения на экипаж теперь является фиксированным величинами, и больше не зависит от величины нанесенного урона. Однако, по-прежнему могут меняться в зависимости от оборудования, которое было установлено на машину. Оборудование противоосколочный подбор, появляется дополнительный параметр, уменьшающий силу воздействия оглушения. Убран параметр, влияющий на время дополнительного оглушения, так как танк не может быть подвергнут повторному оглушению во время действия предыдущего оглушения. Он не будет больше отображаться в интерфейсах. Увеличено на 7% вознаграждения для техники, нанесшей оглушение. В случае нанесения урона союзниками по противнику, на которого наложено оглушение. Убрано ограничение на минимальную длительность оглушения. Ранее время оглушения не могло быть менее 5 секунд. Если оно было меньше по времени, то не накладывалось. Формулировка оглушения в статистике, в том числе и после боевой, заменена на слово дезориентация. Однако, если противник получил оглушение, он по-прежнему видит надпись «Оглушение экипажа». Пересмотрены условия задач компании ЛБЗ. Все задачи, связанные с оглушением, теперь могут выполняться только на САУ, что явным образом указано в условиях задач. Также, пересмотрены условия задач компании ЛБЗ. Все задачи, связанные с оглушением, теперь могут выполняться только на САУ, что явным образом указано в условиях задач. Упрощены условия задач, связанные с общим временем оглушения. Оно уменьшено на 20%. Уменьшение максимального времени оглушения для САУ. Указана длительность. В общем, довольно-таки серьезные изменения партии. Тут пришлось мне зачитать именно конкретно, потому что по-другому это все запомнить невозможно. Но в любом случае, как вы можете видеть, все изменилось довольно-таки серьезно для артиллерии. И на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Желаю удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok